Прямая линия с Владимиром Путиным прошла в принципиально новом формате. Впервые со своих рабочих мест за диалогом следили губернаторы всех субъектов страны. После окончания почти пятичасового эфира Марина Ковтун заявила, Мурманская область готовится вступить в национальную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Вместе с губернатором Мурманской области за прямым эфиром непрерывно наблюдали ее заместители. Особое внимание первых лиц региона привлек вопрос Авелина Киселевой. Девушка, будущий врач-онколог, в этом году заканчивает университет. Свою жизнь активный волонтер-медик посвятила помощи больным этим страшным недугам. Выпускница, как никто другой, знает о проблемах региональных больниц и поликлиник. Во-первых, это нехватка в регионах онкологических центров и квалифицированной помощи. Вот, например, в апатитах онколог принимает всего два часа в день. И вы помните, именно из апатитов в прошлом году к вам обращалась Дарья Старикова. Или вот в Калининграде к онкологам, а запись расписана на три месяца вперед. До сих пор нехватка лекарственных средств в больницах и скорой помощи. Владимир Путин отметил, что в отличие от профилактики и лечения, скажем, сердечно-сосудистых заболеваний, в онкологии прогресс явно меньше. В 2011 году в Москве открылся научно-клинический центр детской онкогематологии. С тех пор показатель выздоровления детей вырос с 30 до 90%. И все же национальную проблему это не решило. Во всех регионах страны не хватает диагностических центров. Президент напомнил, что на федеральном уровне разрабатывается программа, согласно которой в стране появятся новые и модернизируются уже существующие онкодиспансеры. Сегодня ранние выявления у нас где-то 30 с лишним процентов, а нужно добиться 50-70%. И тогда после выявления минимум мы обеспечим нормальное качество жизни онкобольным минимум на 5 лет и больше. Эта программа сейчас готовится. Она будет стоить по предварительным подсчетам примерно до 2024 года 1 триллион рублей. По завершению прямой линии Марина Ковтун открыто заявила, что правительство Мурманской области уже готовит заявку на участие в программе, которая однозначно поможет спасти жизни многим жителям Крайнего Севера. Конечно, вспомнили и Дашу Старикову. К сожалению, Дашу не вернуть, но в наших силах спасти другие жизни. И мы уделяем самое серьезное внимание сегодня Апатитско-Кировскому региону, Апатитско-Кировской больнице. И многое сделали уже. В частности, заканчиваем ремонт лечебного учреждения в городе Апатиты. Там появится отделение химиотерапии и отделение интенсивной терапии. На эти цели из регионального бюджета в 2018-м было выделено порядка 60 миллионов рублей. В следующем году особое внимание уделят ремонту двух этажей в Кировской больнице. Там планируется создание сосудистого центра и современного приемного отделения. Кроме того, за год в Апатиты 7 раз выезжали врачи областного онкодиспансера, которые провели осмотр и консультации 146 пациентов. Вопросы оказания медицинской помощи действительно для нас являются сегодня приоритетными. У нас есть достаточно большая программа, которая направлена на то, чтобы повысить качество оказания медицинских услуг, ну и, конечно, на ликвидацию нехватки врачей. С 1 июля этого года в Мурманской области без поддержки федерального бюджета начнет реализовываться программа «Арктический доктор», согласно которой врачам с пятилетним опытом работы будет предоставлена социальная поддержка в размере более 2 миллионов рублей. Таким образом, правительство Мурманской области планирует привлечь в регион новых врачей и улучшить качество жизни и доступность медицины для северян. Продолжение следует... Продолжение следует...